Хай-у-хай, с вами Радель. Ага. Готов? Раз, два, три. Хай-у-хай, с вами Радель. Всем привет, это Радель и Громкие Рыбы. Сегодня у нас совместный ролик про то, как мы будем пробовать различные вкусности. Видел такую уангая? Нет. И мы нет. И вам не советуем. Но вы смотрите наш ролик, подписывайтесь, ставьте лайки на канал Раделя. Если что, обязательно на его канал. Сегодня первое видео на его канале. Да, и еда, конечно же, появится особым способом. Монтажный с клейкой. Ого! Вот это да! Вот там дырки-то нет. Да, удивительно, как получилось, да? Пайнапл Фанта. Жидкий ММД. А это что такое? Это жидкий зефир. Это жидкий зефир. Флёв. Японские, видите, японские. Это что-то вообще странное должно быть. Японские сладкие палочки. Я бы им не доверял. Это мятное орео. Мятное орео. Да, милю, милю, милю. Просто шоколад Милка. Просто милка. Это Милка-коллаж. Они сделали коллаж из шоколадки и крекеры. С коровой. С коровой, да. С коровой, да. И шоколад с говядиной. По очереди будем это всё кушать. Да. Чтобы люди знали, покупать ли Фанта Пайнапл или нет. Покупать ли Милку с коровой или нет. С чего хочешь начинать? Эту штуку. Итак, эту штуку. Давай, покажи её прямо на камеру. Жидкий ММД. Ну, давай, открывай. А, я не знаю. Я никогда не пробовал такие вещи. А я её не видел. Да, вот так. Давай начали посмотрим, как это выглядит внутри. А, съели мы сейчас, да? Давай сделаем вот так. Вы никогда не делали вот так, короче, ногтями делаешь. И такая она, типа, короче, становится выпуклая. Вот так, когда делаешь ногтями. Сейчас мы бы, дураки, попробовали и ничего бы не сделают. Ничего не делали, так у банки кофе, да? Ладно, давай, сюда же. Держи, держи. Мало ли. Настоящий шоколад. Ну, это наша, как бы, наша доля была. Сейчас остальное слою. Попробуй. Что? Какие ощущения? Никакие. Как никакие? Да, мы... Так и шоколад чувствуется, и всё. Это же замечательное ощущение. Давай ещё повторно ещё раз. Может, что-то букет раскроется. Ну, со второго раза чуть вкуснее, потому что у меня зик уже привыкнет. Так. Продолжай эксперимент. Ну, то же самое и шоколад. То же самое. Хорошо. У нас коллаборации, тут все блогеры участвуют. Я тоже могу пробовать еду. Это не еда. Вот ты вырастешь. Ну, не знаю, если честно. Да, серьёзно? Да. Не столько? Впечатляет. Да. Ну, я ожидал больше. Слушай, мы желаем побултыхать. Может, там внизу все ММД-ки? Можно уже побултыхать, мы уже открыли. Давай, я попробую. Я всегда нюхаю, наверное, еду. Не знаю. Мне это важно. Что-то такое странное, да. Во-первых, это не ММД-мс, но это жидкое. Так что наполовину это правдиво. Лучше старый, добрый, гранулированный ММД-мс, чем жидкое. Будем ещё что-то пробовать? Или давай дальше? Я остановлюсь на этом. Это единственное, что все съели. Оценка по пяти баллам. Из пяти баллов. Пять баллов из скольки? Три. На самом деле, я тоже ставлю три балла из пяти. Я согласен. Я солидарен. А я такой буду, типа Светлаков и Жюри, такой добрый. Четыре балла из пяти. Вы проходите в еду. Давай, Радель, что дальше пробуем? Какую кушать? Вот эту кучку. О, я тоже хотел еду. Ну, ты с козырей пошёл. Как думаешь, как рекламируются японские палочки? Покемо! 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 Покемо достаем. Приготовьте. Возьмите по палочке. Теревку тоже возьмут. Такие вы, а. Вот всё-таки. Надо же открыть, понюхать сначала, что там внутри. Почти одевременно. О, это же бенгальские огни. Ммм. Ого! Запах обнадёживающий сейчас. Это, кстати, вам надо попробовать. Пахнет жвачкой? Йогурт там пахнет. Нервы не выдержали. Слишком вкусно. Раз, два, три. Это, конечно, вот жидкие ммдэмс в подмётке не годится. Это стоило того, чтобы это из Японии летело к нам в Казани. А тебе как? Пять из пяти. Пять из пяти. Слава богу, там нет мака, да? Мак бы всё испортил. Я даже не знаю, что там. Мака? Ну, это сушки, видела? Сушки. Да. Такие чёрные точки, такие, сверху. Да. Ну, знаешь, что интересно? Сушки. Почему там мак используют? Мак, это же странная вещь. Сушки и так уж так себе продукт, честно говоря. Они ещё маком их украсили. Если бы там ещё был изюм, то я вообще не знаю, как их использовать. С чем бы ты это сравнил? Есть ли аналоги у нас в магнитах, в пятёрочках? Это на вкус как черешня. Ого! Вот эту. О, да. После сухомятки надо что-то пить. Открывай, солёный. Я ставлю пять звук. Тип шесть. Слышите? Вкуснятина. Вкуснятина! Высшая категория. Так, давай-давай-давай, попробуем тоже. Долгоиграющий вкус. И что самое главное, без кофеина, кофе-эн-фри. Как бы, откуда он там фритип должен был быть в банте, как бы, так же здесь нет, мне кажется, соляной кислоты, чугуна и такие маленькие серёжки у мамы, помните, какие были? Их там тоже нет. И это плюс. О, это вкусно. Фанту, колу, пепси. Что ты любишь? Какое ты дать? Фанта. Угадали. Угадали. Обычную? Вот такую теперь. Вот такую. Ну всё. Всё, бьёт, тратится. Подсадили. Ты давай, там не налегайте особо. Это коллаборация, мы все в равных долях. Ну как, канал, вот это Иван Гайдер. А у нас называется Громкие Рыбы. Вот. Вот, я же сказал. Она похожа на такую засохшую землю немножко. Да. Вот. Она, интересно, растаяла или так задумана? Задумана, не, видно, что задумана. Да? Да, я говорю. А, ты говоришь, всё, ясно. Это я говорю. Так, аргументами. Ну, четырех с пяти. Четырех с пяти. Четырех с пяти. Кто обошёл? Кирилл, предлагай попробуй. Потому что, на самом деле, нужно третье, да, мнение? Да, нужно третье мнение. Я пока воздержусь от голосования. На запах сначала опять-таки, понимаете, да? На запах так же, как всё остальное у меня наспорь, потому что... Вот была бы такая штука, чтобы тоже это... Пахло и через микрофон к ним... Конечно, я верю, что в Японии скоро изобретут такую штуку. Но, представьте, как будто вы кушаете вкусный малыш шоколад, то, бац, неожиданно вам какой-то камешек попадается, который нужно разжевать. Вот это мелко коллаж. Сочетание необычное, вкусное. Это шоколад, который содержит отдельно для себя другой шоколад. Тут не только в виде твёрдого камешка, тут и как золото, где-то шоколад. Смотрим, какой на вкус отдельно... Это камень. Это камень. Это гравий. Мелко с гравией. С сожалению, да, только так. Столько разок вкусов у него. На зуб с кариесом похоже. Ты сейчас свой зуб с кариесом сломал, да? Сами немного, и я вот съел два кусочка, мне не попались. Это, на самом деле, как будто бы в шоколадку кинули вот соевое мясо из Роллтона. То, что есть такое кружечко? Чуть-чуть пахнет. Извините, еще, ребят. Если вам как-то это обидно, слушайте. Три балла из пяти. Зарежка один балл. Я тоже поставлю три балла из пяти. Когда смотришь на эту упаковку, ты прям видишь какие-то альпийские берега. Вот это вот... Вот идут горы, нуги. Ты думаешь, что ты попадешь в рай, откусив эту шоколадку. А тут, получается, как будто ты попадаешь в рай, но тебя, как бы, сзади еще черт тычет трезубцем таким шоплит. Ну вот, еще, типа, есть и ад. Вот такие сложные чувства у меня появляются, когда я откусываю эту шоколадку. Дальше у нас Орео. Если честно, я вот... Я в него не верю до конца. Мне кажется, он нас не удивит. Мятный Орео. Хлеб, хлеб и мята. На запах? Запах у него такой очень... Яркий. Очень яркий, да? Мятный. Как елочка в автомобиле, вот такой вот, наверное, запах. Ну... Это даже страшно пробовать. Вкусно. Вкусно, да? Ладно. Четыре с половиной, Господи. Это сложно, надо запить. Да. А почему же поставлю? Я решил попробовать самую... Главное, ценообразующая штука этого Орео. Я понял, что это за вкус. Что было бы, если бы ты альпинкольт с зубной пастой кушал? Нет. Вспомнил, да? Вкусно. Очень мятный вкус и очень шоколадный вкус. Можно перед сном не чистить зубы, поев эту штуку. Были бы стаканы, я, я, наверное, налил бы лимонад и в туза, и... Я, я не знаю. Ну, какие эксперименты. В детстве прихожу на дни рождения какой-нибудь и смешиваю. Там мы все так делали. Наливаю на стакан две порции фанты, две порции колы и две порции... Спрайта. Спрайта, да. А папа сразу, когда был маленький, мне рассказывал, все сразу мешает. Все. Аллергия на 10 лет потом у тебя отставка. Есть сильно газированные напитки, есть слабо газированные напитки, но очень мало средних газированных напитков. Нормальных газированных напитков вообще нет. Нормальные газированные тут. Ну, кстати, да. Фанты, это всем советуем фантам. Я бы даже сказал, что очень мягко идет. Это удивительно, что к этому напитку можно так сказать. Серьезно, вот этого нет взрывов в носу, когда ты пьешь обычную куколу. Видите, это уровень сахара у меня поднялся. Да, да, да. Итак, мы перешли к самому главному. Плафенаттер. Легендарный сэндвич. Нож и сэндвич. Мы будем кушать нож, хлеб. И... Хочешь отлить сам? Так, расчищаем дорогу нашему фронтмену. Соглашенный гость. Конечно, без... Да, да, пока. Сейчас, сейчас кушай. Ммм, ты уже начал кушать. По консистенции это как будто вот между плитками белая половская жесть. Вот эту, так вот когда замазывают. Так. Вкусно очень. Очень вкусно. Из пяти балов здесь. Сделаем сэндвич. Или чистоганом. Давайте чистоганом. Я не могу этого ждать. Часто ли бывает так, что на самом интересном месте появляется запись? Давайте просто вынесем вердикт в этой штуке. Попробуем ее просто вот так вот. Так. Твой вердикт, Радель? Вкусняшка. Это, конечно, очень сладко. Я честно скажу. Не использовать банку в СВЧ-печи. А еще он очень красивый. Красиво? Да. На что похоже? На розовую тошниловку. Розовая тошниловка. Знаете, вот честно, я бы хотел сейчас превратиться в медведя и такой вот лапой. Честно, вот жаль, не останавливает многие факторы. Давайте пройдем сюда вкратце по каждому из них. Что ты из этого всего можешь посоветовать? Так, жидкий мэпдемс хорошо. Гладкая коллаж. Ужасно. Поке. Так. Хорошо. Хорошо. Пайнэпл фанта. Отлично. Дайте еще раз попробую. Прям великолепно. Ты можешь стать амбассадором, мне кажется. Орео. Орео мятно. Неплохо, да? Маршмеллоу флав. Нормально. В конце ролика хотелось бы сказать спасибо магазину продукта. Это казанский магазин, где можно купить все вот эту вкуснятину и попробовать самим дома снять ролик. И на сами там столько вкусняшек, что можно снять не один такой ролик, а несколько. Вот. Так что спасибо продукта. Нужно придумать какую-нибудь классную фразу, чтобы подписываться на твой канал. У меня будет канал Котики. Хоть там и не будет котиков, никого не будет, но все равно там я буду пробовать то же самое. Ну, наверное. Котики? Канал Котики. Там не будет котиков. Но канал будет называется Котики. Да. И ты будешь кушать там всякие штуки. Да? Да. Всякие ништяки. Да. Подписывайтесь на громкие рыбы! Йоу! Подписывайся на канал Котики. Если ты любишь покушать. Звездочка. Название канала может быть изменено. Мне кажется, такой... Котики и рыба. Аааа! О жерк!